В автопарке номер 3 теперь эксплуатируют 64 автобуса различных модификаций. Все они отечественного производства и работают довольно надежно. Один из них проехал всю Европу, побывав в Париже. Это было еще до пандемии. Возняк Иван Михайлович. Иван Михайлович, на этом автобусе во Францию ездили? Да, возили паломников во Францию. Проехали всю Европу, начиная от Австрии и пошло по всем трассам, доехали до Франции. И как он себя проявил? Ну, в те времена, это лет 8 тому назад, удивление в Европе этот автобус. Что белорусы сделали такой автобус, что он дошел такое расстояние и появился на их земле. Конечно, было немножко страшновато, выдержать, не выдержать по горам, но шел, как и положено автобусу. И не было нигде паломок? Паломок не было, сразу в тоннель, в горы вошли, думали, тяга пропала. Оказывается, из-за воздуха. Разражение воздуха и пошло. Но потом устранили немного, дали ему воздуха больше, потому что не хватало двигателя, развивать обороты. Разраженный воздух и все. Потом нашли причину, дали ему воздуха больше подышать и машина пошла, как положено. И сколько уже она прошла у вас? Ну, 850. В двигатель еще никуда не лазили. Ну, вот, как рутинная работа, замена масла, масла, колеса. А так вот, мотались раньше Украина, Россия. Ну, сейчас меньше. Больше сидим в островце, участвуем в строительстве, возим вахтовым методом. Если так и дальше пойдет, то миллион точно накрутит? Легко. Недавно получен первый за последние три года новый автобус для городских перевозок. В ближайшие дни определят, на каком маршруте он будет курсировать. Данная модель оборудована пандусами, видеокамерами. У каждого сиденья зарядное устройство для мобильных телефонов. Хочется поздравить слонимчан, горожан. Хочется поздравить наш коллектив с очень хорошим, таким важным приобретением в этом году. Вот, мы получили новый автобус, который стал только что на конвейер нашего Минского автомобильного завода, МАС-303, представили нам исполнение. Хочется сказать, что это первый автобус подобного класса, который получен в Гродницкой области. Данный автобус приобретен за средства, лизинговые средства обл. исполкома. В парке теперь у нас 64 автобуса, это вместе с участком Зельва. Из них 35-37 автобусы используются для городских перевозок. Мы эксплуатируем автобусы только белорусского производства. Надо сказать, что автобусы достаточно надежные. Вот, и у нас больших проблем не было с ними. Но дело в том, что автобусы в основном у нас для городских перевозок, в основном, самортизированы. Вот, из 35 автобусов, которые мы используем для данного вида перевозок, только три автобуса не самортизированы. Все остальные, так сказать, не имеют уже остаточной стоимости. Продолжение следует...